Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас на прямой связи посредством Зума Вадим Брижан, фармацевт и зав. аптека и менес аптека. Добрый день. Здравствуйте, Олег. Да, самое интересное, что не только то, что начали что-то конкретное приобретать, какие-то профилактические средства, витаминов, минералов, но и в том числе от многого стали отказываться. Такое интересное наблюдение в целом нашей индустрии, что пришла одна, один вирус, да, и как-то он вычеркнул все остальные. В результате, опять-таки, вот этих ограничений люди не только перестали передавать друг другу вот конкретно, говорим о COVID-19, но и другие вирусные заболевания, которые, ну, в целом у нас намного меньше людей, которые болеют гриппом, то есть меньше людей стали с болеющим, хрипшим горлом появляться, то есть в целом... То есть фактически можно сказать, что COVID-19 и сконкурировал и грипп, и ОРВИ, и другие вот вирусные, сезонные инфекции, да? Да, Абик, ну, эти ограничения, они их выконкурировали. Даже так, то есть скорее даже ограничения, чем более сильный вот коронавирус, так мы можем предположить, да? Да, да. Наблюдений за вот уже, наверное, получается полтора года много, да, и в том числе и стало очень чувствительно население и общество к тому, что в данный момент актуально с точки зрения медийного пространства, да? То есть вы в этом плане можете только вторить, потому что как только появляется какая-нибудь актуальная информация, связанная и конкретно с пандемией, тут же начинаются вопросы, и конкретно информация в том задают, и сами врачи моментально ищут информацию, чтобы точно донести, ну, правда это или нет, и что там говорят, ну, конкретно научные источники. Вот если мы вообще говорим, ну, это может быть так громко сказано, но чуть-чуть, чтобы понять, фармацевт, не знаю, современный, 21 века, мне вот, я вижу по наблюдениям, мне казалось, что сейчас, когда, ну, ясно, что есть интернет, есть семейные врачи, у кого, кому как повезло с семейными врачами, это отдельная тема, что вроде бы фармацевты, их функция должна свестись к тому, что, особенно, это мы чуть попозже поговорим о электронной рецепте, заглянув в компьютер, да, действительно, есть рецепт, выдал лекарство, спросил у пациента, знает ли он, как принимать, объяснил ли ему врач, знает, всё в порядке, дальше без нерецептурный медикамент, наверное, ещё проще, там, не знаю, там, пластырь, вата, и так далее, и так далее, и на этом, как бы, миссия вроде бы фармацевта современного заканчивается. Но я вот тоже наблюдаю, все мы ходим в той или иной мере по аптекам, наблюдаю, что всё-таки по-прежнему, и это, ну, наверное, пожилые люди, может быть, больше, вот фармацевт становится, не знаю, консультантом, чуть ли не пытается его сделать заменителем семейного врача, чтобы он за 5-7 минут всё объяснил, рассказал, посоветовал, какое лекарство принимать, ну, как бы такой вот эрзат с доктора. Вот вы тоже, наверное, с этим сталкивались, может быть, ваше наблюдение? Да, спасибо, это очень важный вопрос. Действительно, если вот копнуть, наверное, лет на 20 назад, да, функция фармацевта, ну, помимо всё-таки объяснения, как использовать правильные лекарства, она и сводилась к тому, чтобы выдать то, что вот непосредственно, да, ну, тогда ещё актуальный был момент, надо же прочесть, сейчас мы с этим сталкиваемся немного реже, а тогда, ну, почерк врача, это было очень интересно, такие роботы иногда попадались. Ну, у меня вот опыт есть, да, то есть я где-то лет 15 назад начал практиковать, будучи фармацевтом, да, я помню те времена, вот, но за последние 20 лет мы вот начали достаточно активно трансформироваться, да, есть, ну, как и любая сейчас профессия, мы очень сильно стали зависеть от дигитализации и процесса дигитализации как таковых, да, в том числе и увеличился, ну, просто до неимоверных масштабов объём информации, которая вот выливается на бедных пациентов, клиентов, ну, и вообще среднестатистического жителя нашей планеты. Вот, в этом плане фармацевт сейчас, да, он не только выдаёт лекарства, да, но он и объясняет как продолжение той консультации, которую врач сделал, да, для клиента, для фармацевта, для пациента, но он как бы продолжает это, то есть дообъясняет какие-то моменты, потому что всё-таки, если мы говорим о лекарствах и особенно рецептурных лекарствах, здесь у фармацевта зачастую больше знаний, он ежедневно с ними работает, он больше знает и о побочных эффектах, и о потенциальных взаимодействиях этих лекарств, в том числе и потенциальных взаимодействий без рецептуры. Ну и вот 21 век со всей дигитализацией, с таким термином как e-health, да, то есть e-пространство, e-здоровье, да, телемедицина как таковая, да, мы в том числе фармацевты в Латвии, мы вот приходим сейчас, трансформируемся в этого фармацевта, который в первую очередь именно консультирует, и консультирует не только в аптеке, но и даже посредством видеоконсультации, посредством телефонных звонков, потому что у пациентов могут быть вопросы не только вот конкретно с этим медикаментом, который он употребляет, а и побочной какой-то информацией, связанной с его заболеванием. Врач не всегда доступен. Самым вот ближайшим представителем здравоохранения является фармацевт. Есть эти вопросы, они, мы у нас, да, сейчас закончу, у нас получается, мы как специалисты в целом системы здравоохранения, мы знаем действительно, где эта правдивая информация начинается, самое главное, где она заканчивается. И это то, что вот мы доносим до наших клиентов. И если мы вот еще упомянем эту пандемию, которая была, то очень часто функция фармацевта сводилась и к тому, чтобы объяснить и успокоить, да, появляется новое ограничение. Почему? Ну, вот нужно ли соблюдать? Естественно, нужно. Почему? Как долго, да? Такая небольшая функция психотерапевта, она вот за последний год-полтора, она вот усилилась однозначно. Вот всегда, наверное, когда вы видите клиента, допустим, первый раз, но мы не говорим о тех, кто, может быть, там живет рядом и уже одни и те же лекарства принимает, ему, естественно, продлевает курс лечения, он приходит, вы его знаете, ну, насколько это можно знать пациента, может быть, вам легче, ну, вот вы видите, пациента, клиента, называйте, как хотите, первый раз в жизни он обращается с какими-то вопросами, связанными с его заболеванием. Вот, ну, есть такое вот золотое правило – не навреди. Где вот та грань, когда вы говорите, вы знаете, ну, вот это лекарство, да, действительно, но вот какие-то там нюансы, связанные с тем, с вашими особенностями вашего заболевания, какими-то сопутствующими заболеваниями, но мы не можем на себя брать ответственность, потому что мы дальше процесс лечения не контролируем, да, потому что, ну, все-таки, согласитесь, это такой риск за пять минут, вы видите, так сказать, впервые в жизни, может быть, пациента, он начинает вам задавать целый ряд вопросов, ну, на которые, наверное, как бы большой риск брать на себя ответственность. Да, Эбик, ну, вот, на самом деле это то, что обязательно нужно упомянуть, но это вот следующее, что я и хотел сказать. Фармацевта у него такая финализирующая, скорее, роль, да, когда уже диагноз есть, когда уже выписаны лекарства, и он уже, вот, завершая такая вишенка на торте, да, от консультации фармацевта очень многое зависит, да, потому что от эффективности, вот эта эффективность терапии, она действительно зависит от фармацевта, потому что он перенимает от врача этого пациента, и он его дальше зачастую чаще видит даже, чем врач, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, когда большинство пациентов получают свои лекарства удаленно, да, даже не посещая врача. Естественно, есть вот эти вот замечательные пациенты, клиенты, которые, наверное, любят заниматься самолечением, да, и они ищут информацию, опять-таки, в интернете глобально, находят объяснение своих болячек и, естественно, находят и ответы, как можно вылечиться от какого-то недуга. Ну и здесь вот у фармацевта действительно, вы правильно сказали, у него очень важная роль как бы направить его дальше или преградить путь, всё, это неправильно, это домыслы, эта информация неправдива, и перенаправить его к специалисту, да, то есть определить, что да, здесь с вашими симптомами, скорее всего, это будет, например, эндокринология, или нет, вы знаете, вам лучше обратиться к гастроэнтерологу, да, для начала сдать определённый анализ и только потом уже начинать терапию. И зачастую вот эта превентивность, профилактика, да, о которой мы говорим, и это есть небольшое, есть такое небольшое уязвимое место нашей системы здравоохранения, что мы настолько поглощены в людях, у которых уже есть хронические заболевания, что мы, ну, меньше уделяем внимания, я не говорю, что не уделяем, но мы меньше начинаем уделять внимание пациентам, которые, ну, они заранее беспокоятся о том, что потенциально может произойти с ним. И в этом плане очень помогают, но какие-то актуальные акции, которые проводятся не только государством, но и отдельно, вот, к примеру, Мэнас-аптеки. Мы уже, сейчас запустили мы акцию о сердечно-засудистых заболеваниях. Два месяца мы будем очень активно говорить о том, как важна певентивность и профилактика сердечно-засудистых заболеваний. То есть мы говорим не только о людях, у которых уже как симптом высокое давление, уже есть проблемы с холестерином, и они уже принимают свои лекарства, да, что очень важно, и я бы хотел отдельно подчеркнуть, как важно употреблять таким хроническим пациентам ежедневные лекарства, ни в коем случае не пропуская дозы. Но и мы говорим о людях, которые приходят в аптеку, и для которых важно вот сейчас уже начать подпитывать свой организм, уже сейчас обращать внимание на какие-то минимальные сигналы, которые вот говорят о том, что в будущем у нас могут быть проблемы с кровообращением, с нашим сердцем, да, и нам, ну, к примеру, вот нам, мужчинам, одним из первых сигналов может быть даже вот какие-то проблемы полового характера, Да, вот, наверное, да, часто вам задают такой вопрос, я думаю, клиенты, может быть, знакомые, друзья, не всегда ли внесение тех или иных лекарств вот в этот список рецептурных, оно оправдано, потому что, да, сейчас доступность вот этих рецептурных форм стала выше. Почему? Потому что можно вот через ЭВСЛИБУ, доктор может выписать пациенту, особенно которого он знает, продлить курс лечения, и необязательно ему для этого выстаивать в очереди у семейного врача, с одной стороны. С другой стороны, наверное, часто вы с этим сталкиваетесь в выходные, праздничные дни или когда семейный врач просто в отпуске, по другим причинам, когда, ну, не так-то просто выписать вот тот или иной медикамент, которого действительно пациенту помогает, он его принимает, и что вообще делать в этой ситуации? Всегда ли вот это оправдано? Ну, не во всех аптеках, я знаю, что есть аптеки, которые это в зависимости от площади, от вида бизнеса, где даже и врачи иногда принимают, это как-то облегчает этот процесс выписывания медикамента. Вот несколько слов об этом. Так, важно все-таки упомянуть, да, что всем этим пациентам с хроническими заболеваниями, которые принимают ежедневные от этого, зависит их благополучие и комфорт, ну, и в том числе и вообще жизнь как таковая. Все-таки не дотягивать до того, что остается одна-две таблетки, и только тогда обращаться к врачу за выпиской новых лекарств. Не всегда есть возможность у практики, как таковой, да, говорю, не только о семейном враче, но и его команде, помощников, сестер, проверить, вот что подходит, подходит срок, и пора выписывать новую партию рецептов. Поэтому здесь будьте ответственны, делайте заранее, проверяйте, сколько осталось медикамента и созвонитесь с врачом, а потом уже можно связаться и с фармацевтиком, проверить, выписаны ли эти рецепты. Далее про оправданность вообще в целом рецептурных медикаментов. Есть случаи, есть определенные лекарства, которые, они являются рецептурными за счет упаковки, которая подразумевает, что вы пьете их дольше курса, который не требует наблюдения врача. И да, здесь уже фармацевт может смело вступать в бой и выдавать этот безрецептурный медикамент. Вообще это интересная тема, потому что в нескольких европейских странах уже введены регулы, когда фармацевт имеет право, к примеру, продлить курс обезболивающих рецептурных медикаментов. То есть пациент уже их принимает длительное время, нет возможности попасть в врачу, и просто продлевают те медикаменты, которые он ежедневно пьет. То же самое и с пациентами, у которых хронические кардио-проблемы. И здесь тоже очень важна вот эта реакция. Да, вдруг нету рецепта, нет возможности добраться до врача. Это на самом деле следующий шаг развития нашей профессии фармацевта, что мы вполне могли бы, мы имеем достаточный опыт и компетенции для того, чтобы продлевать эти медикаменты. Это, наверное, относится, к примеру, к больным сахарным диабетом, где тоже очень важно, так сказать, непрерывный курс лечения, чтобы не возникли осложнения. Да, гипертензия, слипидемия, холестерин. Да, вот мы сейчас подошли к этому процессу электронного рецепта или вообще в рамках контекста АВС, либо об этой системе уже копии ломаются не один год. Была ситуация, когда и, не знаю, фармацевты, наверное, уже находились на грани нервного срыва, и пациенты, ожидая, пока наконец откроется этот, на экране у фармацевта этот электронный рецепт, и можно будет купить, приобрести лекарство. Вот как сейчас? Сейчас, я так понимаю, все-таки заметное улучшение системы есть, да? Да, во-первых, хотел бы сказать, что это очень-очень важный процесс, да? То есть, когда мы пару лет назад только начинали вводить, многие задавались вопросом, а зачем нам это? Мы прекрасно существуем и так. Нет, эта система, она очень была важна, мы даже немного опоздали с ее введением, и сейчас видны преимущества, опять-таки, для многих групп пациентов, которым эта удаленность дает возможность вообще в целом не иметь проблем с лечением, с терапией. То есть, все очень оперативно, быстро можно, так сказать, получить лекарство, да? Говорить о конкретно Беслибе, да? Ну, действительно, вы правы, она не идеальна. И так или иначе, периодически возникают моменты, когда она, ну, скажем так, перегружается, и у нас на какое-то время просто пропадает возможность выдавать лекарства. Но мы уже как-то в целом привыкли к ее уязвимости, недостаткам. И вот, к примеру, удаленная онлайн-консультация фармацевта, она в целом дает возможность не, ну, к примеру, не идти в аптеку и не ждать там на месте, а просто созвониться с фармацевтами, узнать, есть или нет в данный момент, выписаны, не выписаны лекарства, работает ли сейчас эта система, да? То есть, ну, все, все для клиентов, все для пациентов, чтобы им не надо было лишний раз переходить в аптеку, опять-таки, во время этой пандемии. Ну, и важный процесс, который как-то он в тени остался ковида, это переход на другой вид, другой, это новый, этот старый закон с новой редакцией, да? То есть, мы изменили процесс выписки рецептурных медикаментов. Если до этого можно было выписать как коммерческое название, так и просто наименование активных веществ, то теперь врачи в целом в основном выписывают именно вот эти активные вещества, что как раз-таки повлияло в том числе и на новый вид консультации фармацевта, да? Когда человек долгие годы принимал одни и те же лекарства одного конкретного бренда, и вот он приходит в аптеку, а фармацевт ему выдает упаковку, которая выглядит по-другому. Это очень такой чувствительный момент для многих клиентов оказался, да? И здесь мы точно так же, как и с Эвэслейбой, как вы сказали, копии наломали. Да, но ни в коем случае нельзя из-за того, что замечательная упаковка выглядит теперь по-другому, переставать употреблять эти лекарства, да? И фармацевт, он доносит, это очень важная часть его консультации, что то, что внутри соответствует всем стандартам, в числе и европейским регулам, ИСО и так далее, ну, в общем, это те же самые замечательные лекарства, которые помогают и спасают жизнь. А Эвэслейба, я думаю, что она будет улучшаться, она будет однозначно еще корректнее работать, и, безусловно, туда интегрируют еще много процессов. Мы уже с больничной листы там выписаны, там появится еще много... Истории болезней и так далее, и так далее, да. Да, конечно. Вот все-таки еще завершаем, может быть, тему Эвэслейба. Зачастую ведь выписывают врачи не название медикамента, но такую лекарственную формулу, так простым языком говоря. Что в этой ситуации действует? Как действует фармацевт? Предлагает ли он пациенту, не знаю, более дешевое лекарство? Вот есть ли не название, а именно вот там химическая формула? Да, да. Ну, вот это те самые активные вещества, да, о которых я говорил. У нас в этом плане связаны руки. Фармацевт в целом перестал иметь возможность предлагать несколько вариантов для клиента. Фармацевт объясняет, что это те же концентрации, те же активные вещества. И вот здесь очень важный момент, да, потому что мы вот в самом начале обговорили, что фармацевт спрашивает, а знаете ли вы, как использовать свои лекарства? Да. И это вроде бы достаточно, но нет, очень важно, безусловно, продублировать всю эту информацию. Сейчас на данный момент может клиент сказать, да, конечно, я все знаю, я помню, сколько уже принимаю лет. Все равно продублировать, есть специальные наклеечки, которые клеятся в упаковку, обязательно донести. И, если честно, в моей практике уже случались случаи, когда я задавал этот вопрос. Вот как принимаешь? Я все знаю, а оказывалось, что он принимает неправильно, да. И принимает он не один медикамент, а сразу несколько, а иногда этот список медикаментов, он перечисляется десятью, в результате все это может приводить к определенному взаимодействию между лекарствами. Здесь, кстати, это очередной поле деятельности для фармацевта, и как раз-таки это те вопросы, которые нужно задавать тоже фармацевту. Как же там вот у меня утром три-четыре медикамента, как же мне их принимать, в какой момент гормональный препарат, в какой момент повышенного давления, в какой момент сахарного диабета. Еще при этом надо в какой-то момент и покушать не забыть, что же там дальше, а что на ночь, а какие побочные эффекты могут быть. Все это, все эти вопросы задаются фармацевту, и фармацевт несет, вот эти знания клиенту, пациенту. Опять-таки, ну, я упомяну, так или иначе, это важный момент, потому что не всегда на месте в аптеке есть возможность моментально сориентироваться, найти всю эту информацию. Есть замечательный консультативный номер телефона 8555, который можно звонить, и там в рабочее время всегда будет фармацевт, который всю эту информацию соберет, обработает и сможет выдать этот финальный результат. Его врачи называют как схема употребления лекарств. Мы, фармацевты, называем ее как ежедневный правильный прием лекарств. Их деймслое тоже на сплансах. И для вот этих вот самых пациентов, у которых много лекарств, которые привыкли, что вот они синенькую коробочку, да, это вот время, когда еще до этого он принимал какой-то определенный бренд. Сейчас он приходит, и у него вместо синенькой розовенькая коробочка. И а что теперь по-другому? А как ее теперь принимать? А я вот ту принимал, та. И вот здесь как раз-таки вот фармацевт объясняет, как и то, чем отличаются или чем вообще не отличаются эти лекарства, и какие изменения мы вносим в вот этот вот ежедневный процесс приема лекарств. Очень важно упомянуть еще так называемые эти вот побочные эффекты. Потенциально не каждый пациент может определить, а точно ли это связано с приемом лекарств. Может ли вот какой-то новый дискомфорт, какой-то симптом быть связан именно с этим лекарством, которое он принимал. А может быть, это начало и развитие какого-то другого недуга. И здесь вот сам пациент ему сложно определить. И это опять-таки вот тот вопрос, который нужно задать специалисту ромоцепту. Да, вот еще такой вопрос не могу не задать для понимания. Кто-то считает, что аптек в Латвии, ну, хорошо, возьмем Ригу, достаточно много. Кто-то считает, что как раз нет. Вообще аптек не бывает много, раз людям они нужны, они их посещают. Это все статистика подтверждает. Все-таки мы ведь понимаем, что аптека не благотворительная организация. Это вид предпринимательской деятельности, да, специфической, да, это не торговля картошкой, профессионалы, фармацевты с образованием, все это понятно. Вот все-таки ваш взгляд, вот чисто такой, может быть, человеческий, аптеки конкурировают между собой или нет? Они знают, что есть определенные клиенты, есть те, кто рядом живет с этой аптекой, кому это удобно, ведь, ну, вряд ли вы там соревнуетесь, не знаю, с друг с другом, как в супермаркете, кто там больше скидку на лекарства даст, тем более, что все это регламентировано правилами Кабинета Министров. Если мы говорим о рецептурных медикаментах, компенсируемых медикаментах, там во всей Латвии, вне зависимости, в какую аптеку зайдет клиент, цена будет неизменна. Это важно подчеркнуть, рецептурная и компенсированная, да. Да, да, она иногда может быть, что, например, рецептурный медикамент, он выписан на обычном бланке, да, на облачном рецепте, там какие-то минимальные, минимальные совершенно изменения, там, туда-сюда, там, пару центов подчеркнутся. ну, надо, надо все-таки, да, чуть-чуть глубже понимать, даже, что эти цены, они зависят не от аптек, они зачастую зависят именно от производителей, они диктуют всем нам, каким же все-таки какой-то базовой ценой будет потом на полочке у фармацевта лекарства. Это зачастую зависит от фармацевта, вообще не зависит, и даже от владельцев аптек никак, то есть там очень все строго, конкретно есть базовая цена и минимальная наценка, которая вообще может разрешить нам государство. Ну, пищевые добавки, косметика, всякого вида медицинские инструменты, там уже могут быть всякого вида ходы, хода, там получается акции и так далее, то есть это ежемесячно может варьироваться в зависимости от аптеки, аптечной сети и так далее. Но что, например, отличает менос аптеки в этом плане от может остальных, то, что мы все время идем вот в ногу с нашими пациентами, мы стараемся на все, к примеру, максимально нужные для наших клиентов добавки, косметику какие-то, какой-то другой товар аптечный, всегда держать их в доступной ценовой категории. В том числе вот нынешняя двухмесячная акция, если я правильно помню, там около 200 разного вида безрецептурных средств снижен ценой. Да, друг говоря, ловите момент. Да, вот, может быть, такой последний вопрос, что касается вот вашей работы, все-таки так жизненно строенность, наверное, большинство все-таки клиентов, которые приходят в аптеки, я думаю, ваша аптека не исключение, это все-таки люди, ну, пожилые, 60+, как вам кажется, понятно, что коллеги, так дипломатично вас спрошу, всегда ли дорабатывают вот те врачи, с которыми обращаются пожилые люди, вот как вы чувствуете по тем вопросам, что зачастую, может быть, врачи перегружены, они выписывают эти рецепты, особенно сейчас электронно, минимальное общение с клиентами, человек приходит, и хорошо, когда один медикамент, но мы знаем, чем старше человек становится, тем у него уже этот вот список медикаментов, даже ежедневных, уже расширяется, 3, 4, 5 медикаментов, да, и он просто теряется, вот в этом там море, там на листочках как-то он себя выписывает, потому что ведь важно не просто, как я понимаю, продать человеку эти медикаменты, важно, чтобы он их вообще не забыл принимать, ни через раз, в правильной дозировке и так далее. Да, 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 поэтому, ну, даже если ваш врач что-то не договорил, ну, действительно, перегруженность, она, это удивительно, сколько врачи сейчас заняты, им действительно не хватает времени, чтобы максимально уделить внимание вот этому пациенту, хроническому, пожилому, есть же еще группа людей, которые, ну, им даже передвигаться сложно, да, они из дома редко выходят, и это все происходит просто по телефону очень часто. В этих случаях фармацевт, вот он, ну, это как спасение, да, этот спасательный круг для всех этих гранических больных, да, 60 плюс старше, да, это действительно больше половины наших клиентов, и здесь вот все эти нюансы, все эти моменты можно и нужно обсуждать с фармацептом. Нет возможности прийти в аптеку, звоним по консультативному телефону, задаем все эти вопросы, не стесняемся, что там стесняться, это фармацепты, мы опытные люди, которые проработали десятки лет уже в этой сфере, нам там можно сказать все без утайки, все как есть, и мы уже определим, это тот случай, когда действительно, к примеру, нужно обязательно снова к врачу добраться, или нет, достаточно того, что может сказать фармацепт, консультируя. Вообще, ну вот, финализируя все перечисленное, ну, мне кажется, это мое вот конкретно личное мнение, что у нас не хватает отдельного фармацептического кабинета в... Даже так, да? Да, в поликлиниках, в каких-то докторатах, где принимают уже энное количество врачей, специалистов, и там на каком-то этаже должен быть кабинетик, на котором написано фармацепт, или клинический фармацепт. И вот туда бы врачи и направляли вот всех этих... Ну что ж, вот видите, у нас в завершении эфира замечательная идея о фармацевтическом кабинете. Надо бы довести это до владельцев медицинского учреждения и до Минздрава главное. Вадим Брижанин, у нас был на прямой связи, фармацевт и заведующий обмен с аптекой. Большое спасибо. Спасибо, Абик. И всем выдержки и здоровья. Да, это точно. Спасибо. Да. Спасибо. Реклама Радио Болтком